Лучшее в стране Очень рады Наконец-то добрался до нас Потому что, правда скажу, ждали давно Но очень насыщенная жизнь у тебя И это хорошо, мы только этому рады Ну и надо сказать, это заслужено Чего и вам желаю Спасибо, у нас, в общем, тоже все в порядке Кто бы сомневался Думаться мне, что после нашей сегодняшней встречи У нас как-то еще все Более лучше будет складываться В любом случае, я приношу удачу По-первых, во-вторых, конечно, ты нам подскажешь Какие-то штучки, фишечки Какие-то такие секреты Знаешь, да Как мы можем влиять не только на массы На всю страну Ну и на тех самых гостей, в том числе рекламодателей И так далее, и тому подобное Но это уже вне эфира, друзья, вы уж простите Хотя, что нужно сказать Дело в том, что у каждого из нас с вами Есть возможность Обучиться гипнозу И не только Конечно И ИСА дает такую возможность Причем обучение как индивидуальное, так и групповое Вся информация есть на сайте Что тебя смешит, скажи, пожалуйста Нет, ничего, все хорошо, продолжай Значит, я правда пока говорю Ну, про обучение в том числе мы, конечно, поговорим Но первое, с чего я предлагаю нам начать программу Это, конечно, сегодняшний праздник Это День влюбленных День влюбленных День Святого Валентина Конечно, здесь мнения в нашей стране расходятся Однозначно Кто-то обожает этот праздник И с утра пораньше уже соцсети проверяют Фотографии в парочке выкладывают Любви всем желать Кто-то говорит Нет, это все вражеское Это все не наше У нас есть свой праздник Который летом встречается Скажи, пожалуйста, для тех, кто Трепетно относится к Дню всех влюбленных Каким образом можно Повлиять на Святую половинку Как-то внушить ему Как-то дистанционно Чтобы сегодняшний вечер Был вот таким-таким-таким Как мне хочется Ну смотри Дистанционно повлияет Навряд ли что-то получится Но тем не менее Ну что такое праздник Праздник — это некая Грегориальная история Когда очень большое количество людей Верит в определенную идею Само собой Привязываясь, скажем, к отношениям Это тот самый день Когда нужно дарить подарки Говорить приятные слова друг другу И так далее Чтобы действительно дать Ту самую установочку И как минимум продолжать Наше Такое дружеское общение Потому что ну все же бывает И конфликтные ситуации И так далее То есть все это можно разрешить Именно сегодня Друзья, поэтому Если у кого-то есть Проблемы в отношениях Если кто-то горд Горд, не хочет признавать свою вину И т.д. и т.п. Давайте на это все На это все Это все забудем Да И просто постараемся Начать с чистого листа И это очень хорошие слова Правильные И все-таки попрошу Какую ли это конкретики Хорошо, я поняла Дистанционно сложно Но вот она уже встреча И вот человек напротив тебя стоит А тебе нужно внушить Что ты хочешь получить Вот такой-то подарок И пойти вот именно туда Смотри, на самом деле Есть элементы Ну, манипулятивные Когда действительно Мы можем оказывать влияние Как минимум На внутреннее состояние человека Но для этого Мы должны разбираться Ну, в принципе В невербальных сигналах Например, условно Человек пытается Что-то скрыть Да, скрыть свое настоящее состояние Может быть Да, многие Многие так делают, да Многие пытаются это делать Да, но наше тело это выдает Невербальные сигналы Проявляется вегетативно Неосознанно То есть мы можем контролировать Тембр своего голоса Лицо Ну, неважно Пытаться поставить руки Тем или иным образом Чтобы показать Что они уверены сейчас В ситуации Ее контролируют И так далее Но тело выдает это бессознательно То есть понимая Внутренний настрой человека Его естественный Объективный Мы можем понять Свою линию поведения Стоит или нет И когда мы понимаем Что сейчас Именно тот самый момент Что наше внушение Прокатит Так Мы должны этот момент использовать А как? Как? Сейчас прям практическое Нужно практическое знание Получить Давайте так Например Попроще Все же попроще Смотрите Все у нас формируется Из детства То есть все программы На уровне условных рефлексов Начиная от жестикуляции И заканчивая Какими-то моментами Ситуативными То есть мы понимаем Условно говоря Что человек Говорит то В чем он уверен На сто процентов Вот идет жестикуляция Он себя выдает Его большие пальцы Смотрят вверх Есть большие пальцы Значит он уверен В своих словах Если происходит Другой момент Ну с таким человеком Спорить уже однозначно нельзя По данной тематике Либо вообще Потому что сейчас Он вам говорит С позиции внутренней уверенности На сто процентов Если происходит Другие моменты Человек разговаривает иначе Понимаете Руки в карманах Либо вот таким образом Либо Вот это И вот это Две совершенно разные вещи Если мы видим позицию Когда По этим вербальным сигналам Невербальным сигналам Мы понимаем Что он не уверен в себе Сейчас Можно Уже спорить Либо говорить Свою позицию То есть Исходя из того Что он пытается Показать себя уверенным человеком Но на самом деле Внутри сидит Вот этот червячок Неуверенности Понимаете Да И в таких моментах Надо разбираться Есть моменты Когда мы можем понять Что человек хочет Например Попросить вас о чем-то Да Следовательно Мы понимаем Свою линию поведения Ну это все читаемо Но это огромное количество Инструментов Которые нужно знать И в которых нужно разбираться Я поняла Да Конечно А здесь какой-то такой Вот таблетки Какого-то такого совета Конечно Нет Скорее всего Потому что Этих таблеток Целый рецепт Понимаете Вот в этом суть Конечно Нужно перечитать Кучу литературы Нужно посетить Всевозможные курсы В том числе Литературу И курсы И сын Багировой Тогда жизнь Будет легче Веселее И гораздо Гораздо Интереснее Ну давай мы сразу Перейдем Может быть мы что-то Кстати перед тем Как перейдем Может быть кстати Что-то покажем На тебе сегодня Чтобы понимать Ну именно Вот ты говоришь Про инструменты Да Вот как можно Человеку что-то внушить Да Либо что-то получить От него Невербально Да Когда он Я уже начала Мешка волноваться Конечно Но Я думаю что всегда Это будет не прямо сейчас Давайте через несколько минут Это вообще не вопрос Не вопрос Друзья Вот феномен ментализма Гипноз и абсурдосознания Книжка Которую ты выпустил В прошлом году Осенью Есть такое дело Я к сожалению Не читала Гришна Сейчас признаюсь в этом У тебя будет такая возможность И снаешь время Да спасибо огромное Обязательно 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 Прочитаю Знаешь что Пользуется популярностью Книжка Ее читают Ее приобретают Расскажи пожалуйста В двух-трех словах Если это возможно Вот для тех Кто как-то По какой-то причине Уважительно остался В стороне От этого события В литературном мире И в мире гипноза Расскажи пожалуйста Для кого эта книжка Она для профессионалов Или все-таки Для таких вот Как мы Ну просто Просто людей Просто Нет смотрите Все мы люди В принципе Эта книга Для тех людей Знаете Которые Возможно Ищут свой путь Либо понимают Что тот вектор По которому Они сейчас идут Не совсем верный Не совсем правильный Если есть какие-то Сомнения Здесь есть примеры Есть мой взгляд На видение ситуации Достижения цели Потому что Ну знаете По сути говоря Мы же часто путаем Наша ли это цель Либо путаем цель Со средствами достижения цели Вот Взгляд очищает И создает Ту самую Правильную точку Обзора Постарался Именно сделать так Чтобы в конце прочтения У людей сложился Некий пазл Пазл И возможно ли Какие-то уже Изменения В лучшую сторону Разумеется Или только Еще больше вопросов Возникнет Нет Вопросов не остается Понимаете Я думаю Что после прочтения книги Наоборот Сплывают ответы Я позволю Если я думаю Ты позволишь Зачитаю главление Возможно кто-то услышит Свои знакомые Какие-то слова И захочет Это все Поподробнее изучить Внушение Ментализм Блоки подсознания Идеальный я Цель Чистка подсознания Биоэнергетика Эго И заключение Ну собственно говоря Почитать захотелось Правда? Да Спасибо Да Это факт Особенно заключение Книжка Я так понимаю Есть еще в продаже Разумеется Ее можно заказать Красивый конечно Здесь ИСА Все в порядке Там да Надо теперь Это все Узнавать Но ты решил Не останавливаться На одной книге И правильно сделал Раз есть успех У этого бизнеса Небольшого Ты работаешь на второй? Небольшого Небольшого Это на самом деле Больше История Такая знаете Учителя Поделиться Знаниями Опытом Да Да Такая история Творческая И по сути Говоря Отображение Своего внутреннего мира Вот А да Хочется писать Больше Тем более Сейчас условия Позволяют Может Это же все В аудиоформате Происходит Потом Все это дело Расшифровывают То есть Главное Наговорить Правильно Расшифровать Своим языком Главное Говорит И пусть Они потом Расшифровывают Сядь Что это Как это Места Ну подожди Работа ведется На второй книге Конечно В чем ее Будет отличие Это продолжение Или это вообще Какая-то другая Я скажу Там у нас Два формата Первый формат Это конкретно По гипнотерапии По проработке Всевозможных блоков И так далее А вторая книга Это тот самый учебник Где будут описаны Конкретные техники Наведения транса То есть Прочитав эту книгу Твою новую Представящую Можно будет уже Экспериментировать Практиковать Как минимум Классический гипноз Практиковать можно будет Ну Ты-то знаешь Что-то негипнобельно Поэтому Поэтому я спокойно Буду читать эту книгу Да Разумеется Друзья У нас небольшая Музыкальная пауза Обязательно оставайтесь Со стороны ФМ Продолжим общаться С нашим гостем Лучшее в стране Продолжается программа У нас сегодня в гостях Гипнолог Менталист Исаа Багиров И вы конечно Его прекрасно знаете Благодаря Каналам Федеральным В том числе Первому каналу Который конечно Проект Звезды под гипнозом Принес себе Колоссальную популярность Колоссальный успех Есть книжка Друзья Феномен ментализма Гипноз Абсурда сознания Возможность наша Прикоснуться И к гипнозу И к биоэнергетике И так далее В общем как-то Окунуться поглубже В это Потому как Иса Ну очень много знает Конечно Здесь только крупицы Да Здесь крупицы Конечно Тех самых знаний Но это же правда Но ты рассказываешь Здесь интервью Что необходимые знания Различные практики И прочее Ты изучаешь с детства Да Так получилось На самом деле Я На самом деле материалист Честно говоря Материалист Но который не отрицает То что есть вещи Которые мы пока Не можем объяснить Вот И по мере становления Роста И взросления Всегда были интересны Какие-то методики Системы Мистериальные традиции Ну неважно Даже та самая История формирования Религии Очень много увлекался Конечно Вот поэтому И было время И возможности Обучаться И сейчас Ну это все Вот это все хобби Оно вылилось Еще в альтернативную деятельность Поэтому как-то так Ну да Все эти знания Слились в одно единое В одно единое целое Ну что позволяет тебе Опираясь на древнейшие науки Древнейшие познания Перерабатывать их И в современном мире Выдавать И более того Что-то свое Привносить туда Я так скажу Смотри Вообще в принципе Если затрагивать сторону Исключительно гипнотерапии По сути говоря Мы должны уметь Разговаривать с людьми На их языке Потому что Есть граждане Которые ориентированы Скажем Ну я не знаю На какую-нибудь программу Патенты Которые идут Вот они верят Вот верят в то Что на них порча Понимаешь Да То есть человек пришел к тебе Как к гипнологу Либо он Думает что ты Специалист в другой области Он пришел за помощью Вот это же Это же разные понятия Я тебе объясню Я тебе объясню Просто Порой вещи Которые я делаю Люди не могут объяснить Да И тогда В их глазах Я становлюсь Ну какой-то фигурой Наделенной Сверспособностями Да Каковых у меня нет Я просто всегда говорил Что есть предрасположенность Ну как и в любой профессии Ты умеешь красиво говорить У тебя великолепная дикция И ты Хорошая радиоведущая Это про меня правильно? Конечно Ну да Да Я читаю мысли просто Спалился Понимаешь Да То есть в этом суть Кто-то склонен к рисованию Кто-то должен этому учиться Всю жизнь не особо научиться Понимаешь То есть это функции мозга Которые можно развивать По сути говоря Но Они Не пытаются это объяснить С этой позиции И приходят ко мне Как условно говоря Человек Который обладает Каким-то даром И они Верят на сто процентов Что у них есть глаз Ну вот правда И если ты сейчас будешь Говорить такому человеку Что слушай Ничего у тебя нет Это всего лишь внушение Это всего лишь страх Он покрутит Пальцем у виска И уйдет от тебя И пойдет все равно К какому-то человеку Который ему Поможет А может навредит еще больше Я не утверждаю Есть или нет Эти порчили сглаза И так далее Да это уже отдельная тема Для разговора Но если человек в это верит И я понимаю Что тут никакая не порча Не злата Всего лишь Самовнушение И страх И если я попытаюсь Ему это объяснить Он уйдет Как ты сказала К другому человеку Который скажет уже на его языке И возможно поможет ему Понимаешь Да или очень навредит Конечно Да или очень навредит Но если я хочу Человеку помочь Я должен разбираться В этой теме Понимаешь Я должен знать Что это такое Как это убирать И т.д. и т.п. То есть я помогаю Людям С позиции Их представления о помощи Понимаешь Вот в этом случае Ну слушай Это здорово Поэтому мы должны Развиваться многогранно То есть гипнозы И так далее Это всего лишь Одно из направлений У тебя же очень Интересная необычная семья Потомственные Ясновидящие Экстрасенсы Сначала В стране известна Мама твоя Галина Бакирова Которая Стала финалисткой Битвы экстрасенсов Но насколько я узнала Из интернета Что там и бабушки И дедушки В общем тоже Были наделены Способностями Да такими скажем Паранормальными Я так скажу Мама она Всю свою жизнь Уделила Работе с людьми Понимаете как Есть вещи Которые действительно Мы можем наработать Только с годами опыта Конечно Ну Мы знаем что Например врач Да Есть врачи У которых По 20 По 25 А то и по 30 лет Стажа И вот ты к нему заходишь И он же как-то На подсознательном уровне И только смотря на тебя Может сказать Болят ли у тебя Почки Да И какой уровень Там АЛТ АСТ Понимаешь Да То есть уже идет Какой-то внутренне Наработанный механизм Да Определение этого Ну как бы Но пока без Фактических данных Там по анализам И так далее Вот работа с людьми Она Именно с опытом Ты больше видеть начинаешь Понимаете И вопрос-то Конечно же Еще и Вот в этой Генетической Предрасположенности Цыгане Да У меня кстати Очень много друзей Цыган Очень близких Слушай Они обижаются Они на тебя Ведь ты же Во каждом интервью Ты рассказываешь Как не поддаться Влиянию Цыган Которые могут На улице Подойти Отобрать Все Сейчас я обращусь Пользуясь случаем И попросишь Наконец-то у них прощения Пользуясь случаем Я хочу обратиться Пусть это в нашу студию Случит К цыганам Которых я очень люблю К Азочке Петренко Который Который очень близкий Родной мне человек Аза Почти ничего против не имеет Только за Но есть нехорошие Каждый Каждый нас Это не обязательно Могут цыганин Конечно В любом случае Аз тебе привет Так-то Поэтому Все понимают О чем идет речь И мы сами знаем Что в любой профессии Есть добросовестные Люди Которые относятся С честью И с пониманием С душой А есть Люди Которые Ориентированы На что-то другое Я очень рада Что ты сегодня У нас в гостях И ты как раз Относишься к первым Которые относятся С душой Профессионально К своей задаче К своему делу У нас сейчас небольшая Вновь музыкальная пауза Будьте пожалуйста Поблизости Очень интересный разговор Продолжите скоро Продолжается программа У нас сегодня в гостях Гипнолог Менталист Иса Багиров Иса Скажи мне пожалуйста Уже три телевизионных проекта Как минимум У тебя В твоем творческом багаже В твоей телевизионной карьере А ты имеешь Какие-то большие Серийные истории Большие Да Не в качестве гостей Конечно Где тебя тоже Можно наблюдать Так или иначе Чуть ли не каждый день На различных телеканалах Но большие Это да Но точно я знаю Про НТВ Точно знаю Это первый канал Звезды под гипнозом Что-то было еще А и тоже еще На первом канале Черно-белое было И так далее Скажи пожалуйста На сегодняшний день Что у тебя С подобными проектами Может быть Размышляешь пока Смотри Кастинге Сознательно его Отслеживая То есть Я всегда рассматриваю Какие-то предложения Которые были извне Ну и только так Ну сейчас У меня уже есть Профессиональный Пиар-директор Да конечно С сегодняшнего дня Я уже за это не отвечаю Он может и предлагать Или там И могут предлагать И так далее Но по сути говоря Даже Вот формат Звезды под гипнозом Меня пригласили И потом Ну вообще Как-то все дело Получилось Я очень благодарен Тем людям Которые действительно Вспомнили Обо мне И пригласили меня На кастинг После этого Все закрутилось И завертелось Потому что Мы пересекались До этого Это я не помню Был 14-й год Может быть 15-й год Вот Ну я помог Именно тому человеку Который потом Впоследствии Обо мне вспомнил Ну помог Чисто с психологической Точки зрения Да понятно Поэтому вот Как-то с этого И пошло То есть вспомнил Что да Вот был такой Этот Который Ну и все Ну на сегодняшний день Есть ли какая-то Возможная Перспектива проекта Я скажу Все есть Разумеется Сейчас Я Ну сознательно Не иду На какие-то каналы Не предлагаю Истории И так далее Потому что Ну Я жду Решение в принципе По моему основному проекту То есть с первым каналом Пока история не закрыта Да Во-первых А во-вторых А когда Кроме 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 этого Да Кроме этого Сейчас у нас Очень много мероприятий Вот я смотрю на твой график Так называемый Я на него смотреть не могу Актуальный Да И я вот должен Куда Вот когда Человеку Даже в проекте Каком-то Сниматься Ну во-первых Значит сначала С 22 февраля Уже по 26 Это в Люксембурге 28 февраля Москва ЦУ Что будет там Да В ЦУМе у нас Будет мероприятие Там я выступаю Как специалист По даосским методикам По фэншуй Вот Это будет Такой Семинар Мастер-класс Здорово Да Проведение Так Дальше значит Марбелья В списке Семинары И приемы Да Барселона В марте стоит Казань Как-то странно оказалось С другой стороны Про Россию Забывать не все Рядом Присело Да Дальше Нижний Новгород Потом Таллин Потом опять Сталлин Опять Марбелья У нас будет Именно шоу Это не приемы Не семинары Это большое мероприятие Я Расскажи пожалуйста Про это шоу Да Там большой зал По-моему Двухтысячник Или трехтысячник И То же самое Что люди видели На программе Звезды под гипнозом Те феномены По ментализму Которые я показывал С экрана Телевизор Я понимаю Что в это сложно поверить Но действительно Это будет происходить На тех людей Которые купили билеты И пришли Это Договоря оферты Это и прописано Что покупая билеты На шоу Звезды под гипнозом У нас не только Да Зрители Но и участники Если да Будут выявлены гипнабельные Мы будем На них показывать феномены Кто не гипнабельный Понятное дело Что будет чтение мыслей Интересные моменты То есть Приходите Слушай Ну да Но это же не может быть Там сколько это два А сколько шоу длится Полтора-два часа Полтора-два часа Но это же не сплошь и рядом Вот Ну некий там эксперимент И демонстрация Спасок только А как же там Ты из костра Там сзади танцы Что-нибудь такое Нет Споешь Может быть нет Нет Само собой нет Это всего лишь Сцена И я Все И зрители Которые смотрят Ну чтобы ты понимала Ну например Как это выглядит Я беру мячик Бросаю То есть Ну например Стоит доска Так Да Я отворачиваю доску От зрителей И мелом что-то на доске пишу Написал что-то мелом Зрители пока не видят Я беру кидаю мячик В зал Кто-то его ловит Да Там перебрасывает Еще другому Тоже закрытыми глазами Куда-то Чтобы был совершенно случайный выбор В конечном итоге Мячик Ловит человек Который будет Да Будет участником Я говорю этому человеку Например Ну вы пишете СМС-сообщение Переписку Он говорит Да Пишу Я говорю Возьмите ваш телефон И выберите В любом мессенджере Вайбер Ватсап Обычный СМС Неважно Любое слово В любом СМС-сообщении Да Также подумайте Например Про любой рисунок Который вы бы смогли нарисовать Да Он Читает Слово Там Я не знаю Хвост Рисунок Там квадратик Я раскрываю Поворачиваю доску Там Понимаете То есть Вот такие вещи Они Ну Необъяснимы Для зрителя Конечно Да Правда Когда нереально Вечет Что невозможно Было никак К этому Не подготовиться Никаким образом Знать И вот из таких Вот Все это цепочка Кстати По поводу Задуманного Например Рисунка Так Давай сегодня Мы с тобой Проведем такой эксперимент Какой Какой Вот возьми Подумай Про любой рисунок Который бы ты смогла нарисовать Вот просто В голове Хорошо Ну допустим Да Хорошо То есть Есть Также подумал Любил вообще когда-нибудь Ну конечно 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 Помнишь этого человека Да Конечно Помню Память пока не подводила Это хорошо Хорошо И наверняка Это человек Есть имя Да Ну подожди Кого любил Это мы сейчас Важно Первая любовь А первая Первая любовь Конечно Первая любовь Вот мы об этом и говорим Слабо правда Помню уже Ну да Но вспомню Хорошо Что у нас есть У нас есть рисунок В голове Так Да И имя Вот это Твоей первой любви Хорошо Да Давай так Ты хочешь прямо сейчас Это провести Почему нет Это эксперимент следственный Или как У нас есть время У нас есть еще время Да Смотри Да Давай сейчас Можно попасть Да Скажи когда Я безумно боюсь и волнуюсь Ты просто не забывай Хорошо А наши зрители посмотрят И такой интригующий момент Так что через паузу После рекламы Да Обязательно нужно оставаться здесь Все секреты раскрыли Да Будьте поблизости Да Я теперь честно говоря боюсь Хотя с другой стороны Это же не Не какие-то паспортные данные Там да И пин-код От карточки Да Что и кстати было Я знаю Я знаю Спасибо тебе Что ты все-таки решила Просто имя и рисунок Продолжается программа У нас сегодня в гостях Гипнолог Менталисты Сабагиров Наш разговор продолжается Книга Друзья Которую вы видите Сейчас на своих экранах Вы ее можете Как выяснилось Не только Приобрести Вот в таком Непосредственном там Бумажном варианте Да Если некогда читать Советы Если некогда читать Или кто-то не умеет читать Аудиоисторию скачать Да Такие тоже есть Ребята Конечно Кодикатрии Которым там еще Вот Можно скачать это все Купить естественно Аудиоисторию И прослушать Торопитесь Потому что скоро будет уже вторая книга Про шоу нам тоже все понятно Конечно Людям хочется Чтобы Нас удивили Чтобы нас Чем-нибудь Обязательно Обязательно Убедили Что все это правда А не телевизионные Эти самые постановки Давай немножко про семинары поговорим Скажи пожалуйста Они для кого И Какие темы заявлены Ну Вообще в принципе История проведения семинаров И каких-то обучающих курсов Она Ну Мне лично очень интересна Почему Потому что Люблю живое общение с людьми И Те техники Которые я использую В принципе сам И понимаю Что они рабочие Рабочие инструменты Я им делюсь абсолютно Ну Открыто Почему бы и нет Кроме этого Мы Запустили Онлайн обучение Если кому-то интересно Конечно В инстаграм Есть все Все что нужно Любая информация Мы это вынесли В онлайн режим И Также Мы сейчас Будем Это все дело Проводить В Европе Ты читала Это Испания Это Люксембург В Женеве Должно быть То есть много Очень мероприятий Семинары делятся На различные темы Начиная Про психотехнологии Способной Гипнотизации То есть просто Так хорошо А вот эти вот Очень популярные Как выйти замуж за олигарха Есть такой семинар? Я Специально для тебя Обязательно напишу Не ну это же хайп Это же сразу Это же такое внимание Проявление бессознательных Желаний Зачем А вот просто сказать Хочу любить И быть любимой Понимаешь Да Ну Да Райшшел Зачем Мы про тебя говорим Про хайп Прохайп Говорим Это все Как стать уверенной В себе Это все Не Не На это конкретное Все В любом случае Все что мы делаем Для жизни По жизни Мы делаем Для своего счастья Если у нас нет патологии Я вот люблю это говорить Любое наше действие Это уже счастье Конечно Оно должно вести К этому счастью Все что мы делаем По жизни Но огромное количество Действий мы совершаем бессознательно, не в то русло пуская свою энергию. Понимаешь? Вот если мы сможем разграничить наши шаги к поэтапному достижению счастья посредством определения цели каждый раз на временной промежуток времени и достижения этой цели, тогда в итоге мы оборачиваемся назад и говорим, жизнь удалась. Понимаешь, да? Так вот, полученные механизмы я очень надеюсь, что приведут к такому результату. Потому что внутренняя гармония, позитив, каждый раз, когда ты добиваешься цели, ты сохраняешь себе вот этот опыт. Понимаешь, да? И от опыта к опыту положительного мы совершаем правильные модельные действия по жизни. Только так. В общем, я поняла, что на твоих семинарах можно научиться прям вот таким очень важным законам жизни, природы, если хотите. Если хотите. Да. Значит, всему, всему, всему. Что касается личных консультаций, добавляем еще плюс к семинарам, к групповым занятиям, это и ментальная коррекция, консультация по фэн-шуй и комплексный подход к проблеме похудения, коррекции веса. Иса обещает, что это вообще эксклюзив, не имеющий аналогов в мире. Я объясню. Смотрите. Ментальная коррекция — это всего лишь слово, обозначающее мою наработанную методику. Ну, это некое название бренда, условно говоря. Хорошо. Это трансформация негативного опыта. Ну, избавление от любой фобии, страха, обида, агрессии, угрызения совести, чувства вины, боль утраты. То есть это те блоки, которые нам мешают по жизни. То есть некое состояние, от которого мы условно хотим избавиться. Тогда да. То есть это входит все в гипнотерапию. Если человек, ну, ментальная коррекция, кстати, работает на людей, которые гипнозу не поддаются, и это очень хорошо. Больше инструментов для действий. Вопрос-то в том, что остальные моменты методик, ну, похудение, давайте так, да? Да. Если, ну, мы сейчас говорим о том, что вот нужно внушить установку на похудение. Да, человек, если гипнабельный, конечно же, эту установку воспримет. Разумеется, есть не будет, потому что сократит количество принимаемой пищи. Конечно же, он похудеет, но обмен веществ прежний, установка проходит, и такие люди обычно набирают. И как потом, взрываются? Что включает в себя системный подход к контролю веса? Это все возможные инструменты. Во-первых, это внушение, ну, правильное внушение на то, чтобы человек худел. Это прописание правильных систем тренировок, ну, там, небольшие кардионагрузки. Это полный контроль врачей, да, это полный контроль диетолога. Это поставка правильного питания, да, человеку. Даже так, слушайте, ну, это замечательно. Разумеется. Это проработка его, скажем, состояния, которое наталкивает его на желание есть. Да, там, убираем стрессы. Ты понимаешь, да? То есть подходим к этому комплексно. Тогда мы налаживаем физиологию и ментальный план. И худеем раз навсегда. Я вообще поняла, что нет, значит, ни одной проблемы, ни одной привычки вредной. Собственно, ничего вообще, с чем ты не можешь помочь человеку, с какой бы проблемой он ни пришел. Вообще ты можешь со всеми проблемами помочь решить. Я тебе так скажу. Есть некое процентное соотношение. Да. Результативности. Саша, если я знаю, что вот работая со страхом, я не знаю, например, клаустрофобией какой-нибудь, да, в 80% случаев есть результат там с одного сеанса. Я это запоминаю и прописываю, ну, неважно. Есть проблемы и процентное соотношение результативности, исходя из моего опыта. Понимаешь, да? Там, например, обсессивно-конвульсивное расстройство. Я понимаю, что, ну, вот здесь вот такой процент, а в другом случае другой процент. Это все только нарабатывается. Поэтому сказать, что я всемогущий, ну, разумеется, нет. Ну, всемогущий. Однако вот те люди, которые там с тобой побывали, уже поработали, с которыми ты поработал, точнее, да, правильно же так будет сказать, они считают именно тебя таковым? Я скромный человек. Я только лишь ориентируюсь на отзывы людей. Вот и все. Скажи мне, пожалуйста, как тебе кажется, в нашей стране меняется ли, ну, в том числе, возможно, благодаря тебе, отношение к гипнозу? Становится ли оно более, наверное, не знаю, реальное, трезвое, какое-то спокойное отношение к нему? Или по-прежнему люди не очень положительно относятся? Смотри, у меня, слушай, нет задачи, знаешь, поменять мировоззрение людей в отношении... Смотри, оно сложилось годами. Мировоззрение людей в отношении гипноза сложилось на базе того, что у нас просто нет этой культуры, у нас нет культуры гипноза. Весь гипноз, который мы знаем, это экраны, заряд воды с экранов телевизора, понимаешь, да? Да, большинство именно так помнят. Ну, конечно, потому что это представление у нас в голове. Если люди съездят в Европу, например, во Францию, побывают на концерте на шоу «Мисс Мера», это, кстати, тот человек, который ведет... Зачем нам куда-то ехать, если уже ты сделал свое шоу, мы к тебе пойдем. Либо поезжайте ко мне. Конечно. В Таллине будет такое же шоу, аналог, даже покруче. Поэтому, пожалуйста, приезжайте, убеждайтесь. Пока мы не получим опыта на себе, либо на соседе, который живет справа, мы не поверим никогда. Но постараемся поменять. Почему бы и нет? Знаешь, что мне понравилось, например, то, что среди даже зрителей программы «Звезды под гипнозом», которые после этого, естественно, стали за тобой следить уже, и в качестве подписчиков в Инстаграме и так далее, конечно, их прибавилось огромное количество, твоих поклонников уже. Даже те, которые не верят в происходящее, ну, прям не верят абсолютно, и там телевидение, и, понятно, постановки, и вообще это все не существует, это все неправда, но вот они все в едином порыве согласны в том, что ты невероятный красавчик. Вот, знаешь, тот самый случай, когда ты, да не важно, что ты вообще говоришь и делаешь, ты просто вот будь на сцене, на экране, не важно где. Мне сложно оценить внешность мужчины, правда. Ну, спасибо. Ну, приятно же тебе, скажи, вот это одно, ты чувствуешь это вот, невероятное женское какое-то внимание, любовь к тебе? Вероятнее, чем если бы говоришь наоборот, я тебе так скажу. Ну, смотри, так я вот, если есть какой-то момент привлечения внимания, ради бога, я хочу донести свой месседж, да, нужный позыв, ну, по тематике, которую я для себя определил. Если то, что я делаю, мотивирует людей на свершение, если они хотят повышать уровень своей осознанности, неважно, расти в том или ином направлении, ради бога, я только за. Я просто хочу создать, ну, знаешь, тот самый фундамент, который поможет поменять отношение ко многим моментам, которые мы просто не знаем. В этом суть. Да, а знать нужно, правда? Знать нужно, конечно. Скажи мне, пожалуйста, а правда, что люди, которые проходят у тебя обучение гипнозу, они получают некий документ, который их обязывает потом не вредить людям? Они не получают документ, а они подписывают. Подписывают, да. Ну, разумеется, потому что многие техники, они могут быть использованы... На вред человеку, да. Да, не совсем в правовом порядке. Подожди, ну а что, там прописано так, что в случае нарушения договора гореть в аду, Нет, это с меня снимает ответственность за его деятельность. Просто, ну, обычно, ну, я так скажу, обучение, оно эксклюзивное и очень недешевое, но я просто говорю, как есть, потому что это не те методики, которые можно выучить, знаешь, в общем порядке, знаешь, вбив в интернете обучение. В поисковике, да, элементарно. да, да, да. И эти моменты могут себе позволить либо люди, которые работают в этом направлении, ну, у меня обучаются, там, гипнотерапевты, скажем, из США. Уже работающие, действующие уже. конечно, конечно, но обычно это запады люди. У меня проходил курс обучения из Франции дантист, который хочет, ну, хотел точнее использовать гипноз для того, чтобы без анестезии, ты понимаешь, да? Ух ты! Да, потому что у многих там, например, реакция... Да, нельзя делать просто даже анестезию. Разумеется. ну, как-то так. Либо это люди, которых просто интересует данная тематика, у которых есть возможность для того, чтобы обучиться. Скажи, пожалуйста, вот сейчас такая модная тема рода под гипнозом. Ты принимал участие в подобном мероприятии? я знаю эту тему, я знаю людей, которые практикуют, но это правда в Америке. а ты готов к этому, если вот к тебе обратятся? за большие деньги, за большие, понятно. Я тебе объясню, в случае гипнобильности человека можно сделать всё, что угодно. Правда. Но смотри, мы можем существенно снизить болевой синдром, но открою тебе небольшую тайну, небольшой секрет, что роды под гипнозом не ориентированы на сам фактор гипноза. Они больше ориентированы на желание самого человека пройти вот этот этап жизни. Почему? Потому что его убеждение, например, что это может повредить ребёнку, скажем, да? Ты возьмёшься за это дело? Скажи, пожалуйста, сейчас смотрят нас обеспеченные люди, которые могут сказать своей любимой жене, она просто, я хочу, чтобы Сабагиров помог нам родить нашего первенца. Я не рекламирую эту деятельность, но если вопрос, смогу ли я, конечно, смогу. Нет, я просто не рекламирую работу в этом направлении, но, конечно, смогу. Я даже не сомневалась. Здесь нет ничего эфемерного. Смотри, посредством гипноза избавить от страха, либо родить ребят одно и то же. Ну, в общем, да. Если ты профессионал в этом деле, то да. Лучшие в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Иса Абагиров у нас сегодня в гостях. Друзья, мы продолжаем общаться с гипнологом, с менталистом. Юридическая психология это твое первое, да, высшее образование? Правильно? Нет, это мое первое высшее образование. Я вообще юрист международник. Вот как юрист. Я заканчивал международные отношения. Так, а психология юридическая? Смотри, сейчас у меня идет второе высшее психологическое образование. Второе, психологическое? Да, то есть на криминалиста. На криминалиста. Да, это Калужский государственный университет имени Циолковского. А зачем тебе это надо было? Слушай, ну, вот такой я человек по жизни, знаешь, я вообще всегда, у меня отношение к жизни было, как отношение, знаешь, с позицией ученика. То есть не учить, как жить, да, наоборот, познавать. Поэтому, ну, почему нет? Познавать, а потом делиться полученными знаниями с другими людьми. Время пришло, когда начал делиться. Никогда об этом не думал. То есть это не из той категории, что прошел обучение, чтобы потом... Одну книжку прочитал и сразу пошел в семинары. Это как-то экологично вылилось в какую-то деятельность, понимаешь? Просто на фоне полученной базы. И сейчас, ну, вот у меня будет защита диплома. Завтра? Нет, 19-го часа. 19-го февраля. Мы с тобой. Спасибо. Желаю удачи. Ни пух, ни пирай, что правильно говорится в этом случае, я уже забыла. А, к черту. Забыла, да. Все с образованием понятно. Где-то вот в интернете там ходят... А ты даже не спросила название дипломной. Да, кстати. Это на психологические особенности аддиктивного поведения в молодежной среде. Даже хочется с ним ознакомиться. Потом тебе переведу. А можно бы ознакомиться с этим дипломом потом? Конечно. Почитать. Это просто правда, это очень серьезно. Это особое состояние для того, чтобы погрузиться в это все дело. Скажи мне, пожалуйста, тебе же сестра Лейла твоя помогает. Да, а ну как помогает? Она... Ну, она также... Она, кстати, экстрасенс или тоже гипнолог? Нет, у нее другое направление бизнеса. Другое направление. Бизнеса. А вот что касается бизнеса, в интернете ходят слухи. Ходят слухи. Что-то, конечно, да, все хорошо, психология, гипноз. Гипноз. На самом-то деле у тебя строительная фирма, все в порядке, строишь. Мы это дело начали с моим товарищем, когда я еще приехал сюда. И понятное дело, что не хватает на все рук, но когда у тебя есть люди, которым ты веришь и доверяешь, можно заниматься одновременно, ну, развивать там несколько направлений. А, то есть все в порядке? Там строите, продолжаете? Ну, обычно ремонтируем, чем более больше. А, ну, слушай, ну, это же здорово, наоборот. Ты же тогда знаешь, ты же можешь дать советы, как все правильно, а-перхуй по фэн-шую там сделать, да, в этих домах и так далее. А вот бывает. Ну, как бы это не совсем всегда совмещаем, ну, именно с моей деятельностью, потому что, честно говоря, в стройке и в ремонте я не особо, но вот партнер, он в этом деле очень хорошо разбирается, и в этом и плюс. А я разбираюсь в общении с людьми, поэтому все хорошо. Скажи, пожалуйста, сколько лет уже, в общем, ты помогаешь людям, общаешься с ними, вот работаешь с людьми? Смотри, я тебе так скажу. Если говорить о профессиональном подходе, да, ну, давай так, да. Ну, давай, конечно, не будем про эксперименты на одноклассниках говорить. Есть два ракурса, да. Это, ну, чем отличается любитель от профессионала, да. Профессионал этим живет, понимаешь, да? Да. То есть, если бы ты любила просто говорить, ты бы записывал свой голос на диктофон. Это было в детстве, я прошла через это, да. Вот, то есть ты приобрела какой-то навык, который у тебя развивался и вылился в профессиональную деятельность. Понимаешь, да? Мне бы хотелось, да, надеяться на это. Ну, смотри, практикую я работу с людьми непосредственно, ну, наверное, лет семь. Но за это время это тысячи, это десятки тысяч уже. Я тебе объясню. Это после того, как я получил практический навык. А до этого я, конечно же, работал всю жизнь и практиковал эти методики. Понятно. Не вынося это на уровень, там, какой-то деятельности в плане бизнес-доходов, понимаешь, да? То есть потом это все вылилось в эту деятельность, потому как возникла необходимость уже развиваться, да, необходимость дальше работать. Если бы это все тормознулось на определенном моменте, ну, это бы осталось на уровне хобби. У тебя три страны. Три страны. Это Азербайджан, родная, да, Баку, где ты родился в Баку же, правильно? Да, да. Россия, где ты сейчас, и Израиль, где ты тоже очень-очень много времени проводишь и работаешь очень много. Там много твоих, кстати, пациентов или клиентов, как ты их называешь? Ну, пациентов, наверное. Пациентов очень-очень много. Скажи, пожалуйста, это твои три такие любимые, очень главные для тебя страны, какие-то важные, или все-таки родина, родина, а это по работе? Нет, 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 однозначно нет. Я не смогу работать в том или ином месте. Где некомфортно даже, да? Да, я не могу работать с людьми, если мне с ними некомфортно. Мне важно в первую очередь, ну, свое внутреннее состояние. Понимаешь, если нам нехорошо, будь то, там, скажем, в контакте с людьми, да, если у вас нет с ними резонанса, а во главе угла только деньги, ну, это не моя история. Израиль я очень люблю, правда. Мне нравится эта атмосфера, мне нравятся люди, которые простые, очень радужные. Мне нравится своя страна. Я там, правда, не работаю, но я там вырос и родился. Это совершенно другая любовь. Мне нравится Россия, потому что здесь я для себя очень много чего открыл. Ну, правда, это все совершенно... И сколько тебе еще открытий чудных предстоит сделать, Иса, конечно. Да, и тебе сегодня тоже, если у нас получится. Смотри. Давай переходим к нашему эксперименту. Давай так, да? Да. Я вот подумала, а мне-то что волноваться, ты должен волноваться. Я волнуюсь на самом деле, потому что всегда может быть то, что не получится. Это я всегда проговариваю, тем более у нас прямой эфир. Вот. Но смотри, давай так. Подумай про имя своей первой любви, да, и про любой рисунок, который бы ты смогла нарисовать. Зафиксируй это в своей голове. Закрой глаза. Закрой глаза, потому что сейчас я это сделаю. Закрыла глаза. У меня была возможность это... В голове. Я думаю... Да, представляю, представляю. Да, как ты сказал. Стараюсь. Потому что... Хорошо, что у нас было время для того, чтобы я смог может быть как-то удостовериться в этом. Потому что на самом деле есть моменты внушения, есть... А внушение здесь кто? Момент получения информации. Ты бы мог мне внушить? Я могла бы тебе только внушить. А, откуда ты знаешь? Может, я тебе рисуночек внушил. А, рисунок, кстати, да. Я думаю, почему у меня не у меня не сходит просто? В общем, у меня все зафиксировано. Так. Глаза мне... Подожди, подожди. Закрой, 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 закрой. Я сейчас еще уберу. Вот. Потом мы с тобой сверимся. На, возьми. Что нужно делать мне теперь? Просто нарисуй рисунок и напиши имя. А ты теперь отвернула? Хотя нет. Давай так. Рисунок только нарисуй. А имя ты мне произнесешь. Да. Рисунок есть? Есть рисунок. Хорошо. Смотри, вот тут меня уже... Я тут уже написал. Рисунок покажи. На камеру или куда? Где у вас тут? Да. Вот скажите мне, пожалуйста, вот так видно, правильно я показываю? Нет, мне говорят вот так. Вот так. Рисунок очень сложный и неожиданный. Я специально старалась. Сейчас я сначала тебе покажу, потом разверну на камеру. Хорошо? Хорошо. Вот, у меня тут все написано. Давай, назови имя своей первой любви. На букву О. Олег. А-а-а! Видно? Нет, я, конечно, я честно скажу, я не сомневалась, что произойдет именно так, но где-то доли какие-то секунд были, это потрясающе. Я честно тебе говорю, впечатление. Все. Вот смотри, всегда так, всегда так. Сейчас начнется подставная. Ты видишь, это у зрителей и слушателей, у кого-то? Это нормально. Это нормально, конечно. Но я говорю, что это абсолютная правда. У меня даже немножко, ну, так потряхивает немножко от того, что, ну, в общем, да, огромное количество имен. Здесь, во-первых, никакого совпадения точно не могло быть. Что касается сердечка, ну, конечно, да, день всех влюбленных и может быть какая-то логика. Конечно, конечно. Хотя нет, я ведь могла и жука нарисовать, как я жуков рисую. Хорошо рисую жуков. У меня их ежик любит. Иса, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, Иса. Это впечатляет. Я могу сказать, честно сказать, я очень хочу попасть теперь на твое шоу. Я хочу побыть, я хочу посмотреть, и полтора часа неотрывно. Ну, а про приемы, на прием-то тоже, я так поняла, в процессе тоже нужно отправляться, да. Потому что, конечно, у каждого из нас огромное количество вопросов. Но самое главное, есть всегда те люди, которые обладают этими знаниями, которые делятся ими, и вот в том числе к таким людям относятся Иса Багиров. Еще чуть-чуть, совсем немножко, про 14 февраля. Ты сегодня Валентинку получил, скажи. Ой, слушай, честно говоря, я один из тех людей, которые не особо ориентированы на этот праздник. Так, хорошо, хорошо. Ну, признание какое-то с утра сказали? Ну, признание с утра скажут. Скажут. Завтра скажут. Может быть, не завтра, может быть, на следующий день Святого Валентина, когда будет кому говорить. То есть, твое сердце свободно, правда? Смотри, мое сердце. Там работа, там все, да, в гипнозе, я поняла. Ты же график сама видела, ты же понимаешь, что там пока нет места для всего этого. Да, девчонки. В общем, да. Я считаю, что, ну, смотри, либо мы заканчиваем другое, либо мы пытаемся угнаться за двумя зайцами одновременно. Да, и мы знаем, к чему это приводит. В общем, та информация, значит, про личную жизнь, которая есть в интернете, она уже на сегодняшний день не является действительностью. Спасибо тебе огромное, Сан. Спасибо тебе большое. Бурт на овации прошу включить. Спасибо от всей нашей команды, от наших зрителей и слушателей. Я искренне тебе хочу пожелать и успеха, и проекта всем двоим. Хотя я не сомневаюсь, что так тому и быть. Ждем шоу в Москве, ждем выход твоей новой книги. Пока читаем и скачиваем, мы слушаем эту. Ну и, конечно, да, стараемся благодаря тебе как-то заставить нашу жизнь интересную. краше, счастливее, в конце концов. Спасибо, я тоже желаю тебе всего самого наилучшего и, в принципе, всей вашей команде, потому что то, что вы делаете, это, правда, уникально. И я думаю, что это просто будет только расти и развиваться. Спасибо огромное. И Сабагиров, друзья, спасибо. Спасибо. Спасибо, до новых встреч. Лучшие в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ.